Так, всё, едем. Так, уважаемые коллеги, продолжаем работу. Слово представляет Сенкевичу. Тема доклада «Добрый, мягкий свет и тепло». Ой, какое хорошее название. Название очень доброе. Я со света начну. Просто со света начну, просто он более наглядный. Я просто принёс приборы, которые могут продемонстрировать обычный свет и мягкий свет. Обычное тепло и мягкий свет. Обычный звук. Ну, звук везде, вы видели. И мягкий звук. Ну, со спецификой, конечно. И изображение обычное и мягкое. А суть простая. Всего этого. Хотя на самом деле там много сложностей, не всё понятно. Вот, я 30 лет звуком занимался. Вот, в частности, объёмными акустическими полями. Начинали мы вместе с Гладковым, после его авторского свидетельства. Потом он исходил из музыкальных интервалов. Я исходил из антропометрии. Вот. И сформулировали немножко разные представления о звуке. Вот, в 91-м я отошёл из-за разницы мировоззрений. И изобрёл специальные магнитные преобразователи, которые позволяют смягчить любую электрическую нагрузку. То есть звук, свет, тепло, изображение, видеоизображение и так далее. А суть изобретения магнитных преобразователей. Есть электрический провод обычный, стандартный. Ток течёт по поверхности, исторически считается. А я немножко сжимаю и разжимаю переменным током. Можно импульсным током лучше будет. Ну и постоянным. Там всё равно стахастика есть, и можно тоже сжать. Магниты, проводники, изоляторы. Конструкция простая. Вот преобразователь магнита. Она позволяет углубить содержание подвижных электронов в проводе. Там с нескольких процентов до ледолей процента, до чуть-чуть меньше половины. Больше у меня пока не получается. Отель, конечно, сто процентов сделать. Они представляют из себя преобразователи. В общем, что не позволяет делать в свете, например. Когда электрический ток по моим представлениям, идущим от этого математического аппарата, который Волков хорошо сформулировал, он раньше сделал ещё это представление о сферических концентрических слоях вокруг некого единичного сферического объёма до какой-то критической величины. То есть количество слоёв всегда ограничено. Он ограничил 240. Там можно вариации стахастические сделать. И представить всё во фрактальной форме. Вот это я реализовал в начале 90-х годов в приборе в бакетном преобразователе и стал проводить экспертизы сначала в Институте физиологии Ухтамского на звуке, военной медицинской академии. Где-то полтора десятка лет ушло на проведение экспертиз по самому факту существования мягкого звука. А лет 10 назад мягкий свет и мягкое тепло. А мягкое тепло также, так сказать, есть обычные... У меня в книжке там просто статьи всё подробно написано. Я пересказывать не буду. А суть простая там. Обычная электрическая спираль лет 40-50-60 назад, вы помните, был основной метод нагрева, электрический рефлектор. То есть электрическая... Она проникает в человеческий организм на миллиметр 2-3. Обжигает, конечно. А идеалом нормального человека является русская печь. Русская печь проникает на 15-20 сантиметров. То есть инфокрасная, многослойная, широкоформатная, расширенная поддон тепло, потому что идёт через кирпичи, идёт от непосредственного огня, который имеет трактальную структуру, опять обязательно двухслойную. И кирпичи на счёт линейного обжига расширяет тоже диапазонность, создаёт опять свои уровни, там, что минимум 4-5 кирпичей в каждом, так сказать, поверхности печи. И вот это многоуровневое, многослойное тепло, оно проникает на сквозь человека. Поэтому есть соответствующие медицинские рекомендации до XIX века, а не прописи в истории медицины есть. И частично народный опыт он всё время их воспроизводит. Электрическая спираль, вот эта самая, когда мы начинали очень давно, она проникает на 2-3 метра. Если изменить структуру содержания электрического тока в проводнике с помощью аналогичных преобразователей, то возникает многослойное распределение тепла, то есть движение молекул на поверхности раскаленной спирали. И та же самая фрактальность тепловая, она появляется, но вместо миллиметра 2 где-то возникает сантиметров 5-10, но не больше от раскаленного. Обычные вот эти печи электрические, то, что у нас продаётся в магазинах, всё равно гонка за мягкостью идёт. Там масляные радиаторы, камень используется, знаете, нефритовые кровати там, с печкой там до 2-4 сантиметров проникает. А обычный масляный сантиметр 2, ну максимум. Это всё стоит большинство денег. Нефритовая кровать там 3 тысячи долларов и так далее. А можно всё дешевле и проще делать. Обычный источник инфракрасного излучения там взять. Если включить, то тепло жёсткое, ну стандартное, обычное, лампа на 200 ватт там. И она жгёт, когда близко от тела полметра, метр там. То есть не очень хорошо. А когда она включена через магнитные преобразователи, то возникает проникающее тепло многослойное, то же самое, как от русской печки. Здесь гарантированно сантиметра 15-17 там. Близко уже. То есть, предположим, я простыл. Вот. Если обычно надо мне много раз нагреваться, то я включаю вот там лампочку или что-нибудь похожее такое. Можно и синяя лампа пользоваться там. Вот. Здесь работа по синему цвету артихозкового и многих других. И благодаря этому тепло проникает насквозь минут 15-20-30. И всё дышится легко и свободно. Потому что такие рецепты русской печи, они работают хорошо. То есть, оказывается, на тепле можно это хорошо сделать на минут 30. Эффект где-то минут 10-15. Можете на себе проверить после перерыва там в большом. Теперь интересная другая. Вот это с теплом. Со светом. Обычный свет, который идет с начала 20-го века, он жесткий свет. Он обрубает это сразу же. И он существует там. Вот свет жесткий. Он не человеческий, а отчужденный. Об этом у меня статье там цитирую. Осева. Алексей Федорович, еще в 30-х годах он писал, что электрический свет, он мертвый свет, не живой свет. Там нет типа... А живой свет, лучистый свет, он забытый уже. Он только в живых, объективных процессах. Лучина, костер, камин, свечка, солнышко, ну, отраженное солнышко. Это лучистый свет, оно теплое. И оно теплое, и оно проникает еще глубоко. Поэтому у меня вот обычные источники света, они не живые, их можно сделать более живыми. Ну, например, обычная светодиодная лампа там. Она, тоже, обычный свет не живой, он стоит там внутри. Он не идет человеку, он не лучистый свет, мертвый свет, но он освещает. Ради этого мы и покупаем, разрабатываем и так далее. Та же самая лампа через преобразователь. Разницу, наверное, не все чувствуют, вот, мягкого и жесткого света. Потому что есть психологические особенности людей, мы давно выяснили. Сначала мы не понимали на чему. А человек может относиться к миру жестко и не воспринимать. Для него лампочка электрическая будет светлее и ценнее света лучей, например, или свечи там, или у другого живого источника там. И идет неразвлечение. Нет, это светодиодная, она холодная. Ничего не будет. Я повторю это. Вот обычный свет, который стоит там, вот об этом писать. Свет американского торгаша, там, сказать, отчужденный и неживой. И свет мягкий. Он лучится, идет туда. Сейчас, побольше сделать. Здесь мягкий свет, просто долго лампы снимать, там, сказать, худ чистый. Я батюшке знакомого в храм приносил, ну, здесь свет мешает еще и освещение большое, там, сказать, вот. Он говорит, вот такая глубина идет с лампы света, если побольше еще диапазон, взять, как небо, глубокое и прозрачное. А на обычной лампе светодиодной вы этого не получите. То есть, она такая стандартная. Обычная лампа накаливания тоже самая. Вот. Свет обычный, то есть отчужденный. И свет мягкий, более идущий к человеку. Ну, лампа накаливания там из-за спектра проблемы с председрением. А оказывается мягким светом, мягким звуком, теплом можно восстановить все функции человеческого тела. Я в 91-м тяжело заболел. Инвалид второй группы. Два года приезжал без движения. А потом в отвергалении Господь дал изобрести вот аналогичную технику по мягкости. Потому что у меня целью было с детства в рукотворных изделиях положить природное начало, чтобы излучение акустическое, световое, тепловое, оно было природное. И эта цель в конце 80-х годов была достигнута. Вот. И различные приборы были созданы, которые позволяли это сделать. я медленно как бы публикуюсь там, или выделяю результаты, потому что у меня много очень лет ушло на экспертизы. Лет 15-17 по каждому направлению. По звуку, свету, теплу. Поэтому не особенно торопился. но по конкретным экспертизам, по конкретным направлениям очень много публикаций. Около 100 публикаций только в книжке 2010-го года ссылок там. Плюс там в интернете около 250 из них по звуку, свету, теплу только около 50. И оказывается все можно сделать. Вот. Разновидности преобразовать. Я просто картинки покажу. Самые разные. У вас одна минута последняя. Вот преобразователь у меня сауна работала в Петербурге на Ломоносово два года. Обычно сауна жесткое тепло. И нормальные банщики они хотят париться в бане на дровах. А здесь абсолютно мягкое тепло. И два года многие банщики перебрались из тех бань в эту. Ну, потому что чистота уют и так далее. То есть оказывается все это можно сделать. Где такая баня? Она была с 2007 по 2009 год. Потом спортивный центр забрали у автора. гостей хозяина там там же был солярий у меня полгода работал. В солярии глубина загара глубже, дольше сохраняется загар и более естественный. То есть это все проверено и в живую и в экспертизах обычных. А по звуку работ очень много у меня. Все реализовано в изделиях очень давно вот примеры самых разных изделий со светом, звуком. Вот чайник. Вы, например, поколение нормального старого нашего еще до советского там и были в лесу и знаете, что вода скепеченная на костре она другая, чем вода скепеченная в электрочайнике. Вот пример электрочайника. после преобразователя вода такая же как скепеченная на костре. Точно такая же. Вот системы очень много самых разнообразных дел. Я думаю, что сейчас потом да, вы можете заинтересованные люди подойдут к вам и расскажут конкретно конкретный вопрос от ответить. просто у нас уже время вышло. Звук проникает сквозь стенки. То есть оказывается что можно делать? Прежде чем будет следующий доклад, я прошу вернуть мне вот то, что я отправил, проверили те, кто мог? Есть, да? Все, спасибо. Так. спасибо.